Здравствуйте, я Андрей Ковтун. Сегодня я вам расскажу, как прошить смартфон Xiaomi Redmi Note 3. Так, на данный момент он у меня уже прошитый. Вот я предварительно все это сделал. Сейчас я покажу, каким будет результат после прошивки. Вот на тот случай, если, допустим, у меня второй раз не получится его прошить, либо меня там мегерит ударит, не знаю. В общем, если со мной что-то случится. Так, предыстория. Все смартфоны Xiaomi Redmi Note 3 на момент записи данного видео с Китая приходят непосредственно на китайском языке. Китайский, английский, то есть я показывал полный обзор, можете посмотреть его пройдя по этой ссылке. Вот на данный момент я вам сейчас буду рассказывать, как установить мультиязычную прошивку, но не официально, потому что официальных русскоязычных прошивок пока что нет. Опять-таки на момент записи данного видео. Сейчас я покажу, как будет выглядеть вот эта вот кастомная прошивка. Яркость немного сейчас пониже. Смотрим. Русский язык, Play Market рабочий. Сейчас я предварительно установлю какое-то приложение для того, чтобы вы понимали, что он именно рабочий, что это не просто, грубо говоря, там ярлычок и все. Так, вот приложение установлено, то есть Play Market рабочий, полноценно все работает без каких-либо проблем. Так, далее по поводу русификации. В принципе на рабочем стиле русифицировано все, то есть вы не увидите никаких отличий, то есть вот прошивок, которые там видели, там уже Redmi Note 2 и так далее. Не русифицировано только в меню статус баре, то есть здесь все получается на английском, по-моему, оно такими должно быть, да? Так, в настройках. В настройках также у нас все на русском языке, то есть некоторые только пункты на английском, то есть они такими по всей видимости и должны быть. Если говорить об изменениях в данной прошивке, то есть потому что делая полный обзор на английской, вот никаких изменений здесь нет, то есть не появилось у нас пробуждение с помощью двойного тапа, то есть ничего, то есть все то, что я показывал на английской версии прошивки, то есть вот так вот все есть, просто здесь все русифицировано. Технически ничего не поменялось. Камера также русифицирована, настройки полностью все русифицированы. Смотрим на версию прошивки 7.0.11. Углубляться в саму прошивку не будет, да я только лишь показал вам русификацию, чтобы вы понимали, что реально поставить русскую прошивку, то есть что она действительно существует, вот, но обновляться по воздуху она не будет. Теперь я вас ознакомлю, как в принципе перепрошить данный смартфон. Еще раз повторяю, что все из Китая они приходят на английском языке, то есть английский плюс китайский, это официальная прошивка от производителя. Так, по пунктам начинаем. С самого начала вам нужно будет установить драйвера. Ссылку, где их скачать, я укажу в описании и в комментариях. Так, ребят, после того, как мы установили драйвера, в принципе, здесь ничего сложного не было, нам нужно обновиться на новую, но китайскую прошивку, потому что устройства, которые приезжают из Китая, на них установлена старая версия прошивки. Так, обновляемся сейчас на свежую версию официальной китайской прошивки от производителя Xiaomi. С самого начала заходим в Flash Tool. Кстати, обратите внимание на версию Flash Tool. Она должна быть именно такой. Где его взять, я укажу ссылки также в описании и в комментариях. Запускаем программу от имени администратора. Во всплывающем окне нажимаем ОК. Когда программа загрузилась, в ней нажимаем кнопку Download Agent. Перед вами появляется файл, который находится внутри папки Flash Tool. Выбираем выделенный мной файл и идем дальше. Далее мы выбираем Scater File. Находится он в файле с прошивкой. Как всегда, ссылки я укажу в описании и в комментариях. Первое, что мы делаем, снимаем галку с релодера. Далее в верхнем меню навигации выбираем пункт Options. После этого кликаем на Download и проверяем наличие вот этой галочки. Следуйте всем пунктам и не ошибитесь, это важно. Если вы сделаете что-то не так, смартфон может превратиться в кирпич. Если вы сделали все вышеперечисленное, нажимаете Download. После этого вам нужно будет подключить телефон к компьютеру. Обязательно перед тем, как это делать, вам нужно будет зажать кнопку громкости вниз. И не отпускайте ее, пока что не начнется загрузка. После того, как загрузка завершилась, вы можете закрыть программу Flash Tool и отсоединить телефон от USB кабеля. Далее включаем наш смартфон. Первая загрузка может длиться до пяти минут. После того, как смартфон загрузился, удостоверьтесь в том, что вы установили правильную версию прошивки, а именно 7.0.11. Ну что же, после этого мы переходим к самому интересному – установке русской прошивки. Для этого вам снова нужно выключить смартфон. Далее заходите в папку с русской прошивкой. В этой папке присутствует Flash Tool. Как всегда, все ссылки я оставляю в описании и в комментариях. Итак, открываем Flash Tool. Файл Download Agent уже выбран по умолчанию. Вам остается выбрать только лишь Scater File. Для этого заходим в папку, в которой у нас хранится русская прошивка. Scater File находится в папке Images. Далее, как и в предыдущий раз, снимаем галку с Preloader. В верхнем меню навигации заходим в Options. В пункте Download проверяем наличие активации следующих галок. Все, дело сделано. Нажимаем Download. В точности, как и в прошлый раз, зажимаем кнопку громкости минус и подключаем смартфон к компьютеру. Отпускаем кнопку громкости, когда загрузка начнется. После загрузки можно выключать программу и отключать смартфон от USB кабеля. Время первого запуска может занять до пяти минут. Как мы видим, теперь в нашем смартфоне появился русский язык и украинский. Ребят, внимательно слушайте то, что я вам говорил и без проблем установите данную версию прошивки. От себя лично желаю вам приятного использования. Удачи в перепрошивке и не превратить ваш смартфон в кирпич. Ну а сейчас вам хочу напомнить, что с вами был Андрей Ковтун. Не забывайте добавляться в нашу группу ВКонтакте, подписываться на наш канал в YouTube, читать текстовые новости на нашем сайте andronews.com и да пребудет с вами Android. Всего доброго!